Аллея трудовой славы на проспекте юных пионеров. Любимое место прогулок лабрадора Фионы. Ее хозяйка Людмила Юрасова говорит, ждут не дождутся, когда закончат ремонт. Аллейка и так была очень хорошая, красивая. Конечно, сейчас она стала лучше. В мае на аллее установили триумфальную арку в честь 70-летия Победы. Затем масштабные работы развернулись в пешеходной зоне. Половина аллеи уже в плитке. Скоро завезут новые лавочки, на газонах станет еще больше зелени и впервые здесь заработает автоматический полив. Всего на реконструкцию аллеи потратят 88 миллионов рублей. За исполнением срока ремонта пристально следят не только власти, но и местные жители. С внуками прихожу, гуляем мы здесь. Туда вот в парк ходим. Ну обязательно здесь вот пройдусь, посмотрю, как двигатель работает. Вот стрелы там сделали, поставили. Мне это очень нравится. Некоторые мне там не нравится. Даже лучше стало намного. История в камне и металле. Каждый монумент на аллее трудовой славы – история предприятия, которое внесло свой вклад в победу в 45-м. На аллее увековечены все заводы, участники создания легендарного штурмовика Ил-2. Многим монументам ремонт был просто необходим. Здесь пошли ступени. Здесь будет какой-то композитный материал. Да, это не баннер. Это долговечный композитный материал. Вскоре на аллее трудовой славы появится еще один монумент. Мы установим здесь еще один мемориальный объект, такой небольшой, который будет говорить о истории создания аллеи, о истории предприятий, которые участвовали в создании этой аллеи. Я думаю, что будет интересно. Ремонтные работы ведутся во всех районах города. В порядок приводят дороги и тротуары на 13 улицах. Не остались без внимания и зеленые зоны. В текущем году в рамках двухлетнего контракта на 15-16 год будут начаты работы по ремонту парка Дружбы. Планируется привести порядок пешеходные дорожки, газоны, то есть тоже отремонтировать в комплексе этот объект. Благоустройство должно быть комплексным. Парк Молодежный тоже ждет обновления. В планах очистить, укрепить берега и, конечно, наполнить водой местное озеро. В разработке проект и комплексного благоустройства парка. Сдать участок аллеи от Воронежской до проспекта Кирова планируют ко дню города. Полностью ремонт завершится к концу октября. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.